Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот-радио в эфире прямо сейчас. Меня зовут Анастасия Николаева, майсоведущий Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей Совум и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верхтормашками», арт-педагог. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Всем нам свойственно общаться. Кто-то любит этот вид коммуникации больше, кто-то по каким-то причинам прибегает к нему реже. С некоторыми собеседниками нам легко с первой минуты, ну а с другими тяжело найти общий язык. Всё ли это идёт из детства или уже заложено природой с рождения? В повседневном общении ребёнок учится познавать мир, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. Достаточно легко идёт на конфликт со сверстниками, а также на контакт, не разделяя при этом их на мальчиков и девочек, и подражает взрослым. А уже годами к 4-5 родители могут быть застегнуты врасплох фразой своего чада «У меня в садике появилась любовь». Как стоит реагировать в такой ситуации родителям, чтобы не навредить ребёнку невниманием, неосторожным словом или, ещё хуже, насмешкой? В каком возрасте нужно говорить с ребёнком о взаимоотношении полов, о сексе и, самое главное, как это делать? Вот об этом сегодня у нас и пойдёт речь. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения, мы спрашивали, легко ли вы общаетесь с мальчиками, с девочками, в зависимости от того, кому мы задавали этот вопрос. Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твереград. Итак, тем программы «Как разговаривать с ребёнком о взаимоотношении полов». Ну, предлагаю начать прямо вот с раннего возраста, как правильно объяснить ребёнку и, самое главное, когда, что есть мальчики, есть девочки и вообще в чём между ними разница? Ну, думаю, что объяснять, что есть мальчики и девочки, детям, в принципе, не нужно, они сами это понимают. Единственное, что по каким-то гендерным признакам они вас спросят, почему там что-то есть, а тут чего-то нет. Ну, это, соответственно, там и идёт родительское объяснение, тут мальчик, тут девочка, да. Вот, вопрос встаёт, мне кажется, вот в раннем детстве, вы правильно отметили, они играют и особо не различают по гендерным признакам. Ну, может, кому-то что-то больше нравится, там, куклы или машинки, но, тем не менее, детям свойственно им менять эти роли, плюс отыгрывать роли родительские в играх, да, в совместных. То есть там папа — это папа, мальчик — это папа, девочка — это мама, либо дочка, там, либо ещё что-то такое. Куклы — это дети. Да, куклы — это дети. Или ещё как-то у меня дети играли, когда куклы — это мама, а они дети. Ну, то есть роли меняются, они пробуют себя в любых апостасях, и девочки могут пробовать в роли папы. И всё наоборот, и меня звали играть, что я ребёночек или дедушка, или ещё кто-нибудь, да. То есть, а вот взрослее у них отношения начинают меняться, потому что они начинают чувствовать, как сказать, не чувствовать, вернее, а их начинают привлекать. Прямо конкретные личности, индивидуумы, да, и тогда у них начинают меняться отношения. Плюс, соответственно, формируются больше интересы по, ну, тем же гендерным признакам — мальчики и девочки. То есть понятно, что девочка стоит перед зеркалом чаще всего и украшается. Мальчик в это же время может натянуть быстренько штаны и побежать за машинку там что-то водить. Вот я думаю, что это примерно, мне кажется, с первых классов. Это, может быть, или подготовительный садик, да, подготовительная группа. Ну, в районе 6-7 лет начинается вот некоторое такое разделение. Артём. Да, можно ещё немножечко добавить по детям с самого раннего возраста. Давайте, да, правильно с этого начнём и пойдём дальше. Когда у детей возникают какие-то вопросы, связанные с вот этой темой, здесь самое главное — не пугаться этого. Потому что часто у родителей возникают очень странные ассоциации и странные мысли по поводу этого. Как уже? Да, да, как уже и как это уже спрашивают. Любовь? У меня есть муж в садике. Вот. К этому, да, есть ряд анекдотов, когда ребёнок спрашивает одно, родители слышат совсем другое, да, в вопросах детей. Но, тем не менее, когда есть у ребёнка конкретный, чёткий, понятный вопрос, то ребёнку нужно отвечать именно на этот вопрос. Не нужно для этого объяснять, делать какую-то преамбулу до этого, что, оказывается, есть девочки, мальчики, вот, что есть такая-то конструкция полов там и так далее, да, что... Ну, то есть курс анатомии проводить не нужно? Не нужно проводить в общине. Нужно ответить только на конкретный вопрос, который задаёт ребёнок. Причём ответить именно в том контексте и в том понимании именно ребёнка. То есть он спрашивает так-то, так-то. Мы им говорим, что это так-то, так-то. И чаще всего в девяносто девяти процентах случаев ребёнок не задаёт даже второй вопрос. Потому что ему было интересно вот это. Он получил ответ, он пошёл дальше обдумывать. Ну, то есть достаточно поверхностного объяснения? Поверхностного, но ответа на конкретный вопрос только, да. Но ответ должен быть, если ответ ребёнок не получил, он должен быть сразу, он должен быть чёткий, понятный, без всяких... И правдивый. Да, конечно. Обязательно правдивый, без аистов, капусты и так далее. Да, да, да. Вот аисты, капусты, это неправильно. Да, потому что это вводится как в странное заблуждение. И потому что что происходит? Ребёнок, получая ответ, он идёт дальше думать на эту тему. То есть это нормально, понятно, и он постепенно у себя это устаканивает. Он у себя создаёт определённое понимание этих процессов. И потом он ещё через какое-то время подаёт, ещё что-то спросит. Это нормально. Ему надо ответить на эти вопросы. Ну, если вот ребёнок пришёл с самым распространённым вопросом, но если это в садике вопрос возник, мам, пап, откуда берутся дети? Что стоит ответить? То есть здесь, опять-таки, под каждую семью индивидуально? Или есть какой-то вот рецепт? Родители любят друг друга, и так появился ты. Нет, можно здесь даже с точки зрения биологии ответить, что ребёнок действительно появляется из живота мамы. Да, то есть как бы не углубляясь в подробности, вы можете рассказать. А как он так появился, мы сами не знаем. Нет, мы знаем, если он дальше начнёт спрашивать. Но 99% второго вопроса нет. То есть первый вопрос, к которому приходят, откуда берут дети? Из живота мамы. Окей, всё, он пошёл дальше. И у вас ещё есть год спокойствия. Да, это нормально. Причём, более того, есть ещё интересный момент, что поскольку очень большое количество информации сейчас уже доступно из разных источников, что 90% и более всей информации, связанной с различием полов, и как это устроено, они сами узнают. Причём узнают достаточно быстро. Уже некоторые в первых классах и до первых классов видят. Хорошо ли это? Тут мы делали исследование, кстати говоря, по поводу этого. Когда они это узнают? И? Что показало ваше исследование? В 7 лет дети знают всё уже. И к этому надо относиться нормально. То есть они могут... И знают это не от родителей? Нет. Не от родителей. Они могут... Может, часть информации они знают и от родителей тоже. Но они знают эту информацию в том объёме и в том взгляде, как со своей точки зрения. Что я здесь имею в виду? Что в этом возрасте они ещё физиологически не воспринимают те элементы, которые заложены вот в эти нюансы. У них нет тех ощущений и чувств, поскольку нет гормонов такого объёма, как у взрослых. И опыта тоже. Ну и опыта. В первую очередь, просто даже физиологически они не ощущают этих конструкций ещё. И поэтому понять их, почему так происходит, зачем это делается, они не могут. Но видя, что это происходит... То есть сам процесс, как это? Сам процесс, да. Что есть отличия, что есть это самое. Они это всё в точке зрения процесса понимают. Но они не понимают глубины, ну сути не понимают, почему это так происходит. И они, в принципе, на этот счёт и не заморачиваются, потому что сейчас им это и не интересно. А когда вот уже подростка мы будем переходить, когда это начинает проявляться уже со стороны ощущений, чувства и так далее, гормоны начинают усиливать всё это, вот тогда это уже будет другой разговор. Ну давайте мы пока про детей поговорим. У нас настало время рубрики «Детское мнение». Детишкам мы задавали вопрос, легко ли ты общаешься с противоположным полом. Соответственно, мальчикам мы задавали, легко ли ты общаешься с девочками и наоборот. Давайте слушать. Детское мнение. Мне довольно просто общаться с девочками в классе, потому что у многих у нас схожие интересы. Мы рисуем, обмениваемся комиксами. Так что мне довольно просто. Сложно, потому что они ходят в машинке, а я тебя зову. Нет, мне не сложно. Вот с такими, как Варя, у меня есть подружка Варя и Маша. А с такими, как Наташа, там, она прям, фу, так сказать, можно сказать, некрасивая. Детское мнение. Ну, как вы прокомментируете Наташу, которая фу? Ну, на самом деле, абсолютно нормально. У каждого человека есть либо тяга кому-то, либо пренебрежение или отвержение. Отвержение, скажем так, да, человека. Это может быть на подсознательном уровне, как и у взрослых, так и у детей. Ребенок может прийти в компанию, с кем-то не общаться вообще. Прийти и подружиться со всеми. Также взрослый в коллективе может прийти и кого-то просто вот не принять, или коллектив его может не принять. То есть, на самом деле, тут ничего особенного нету, да, выбор идет, дети более взрослые, да. Вот единственное, что там ребенок, который там, ну, от которого плохо было понятно, но я так понимаю, что он играл во все, только там есть машинки, есть куклы. Ну, что-то такое я услышал. Соответственно, как бы, вот чем взрослее, тем больше идет вот это разделение. То есть, вот про что мы и говорили. И первое отношение, мне кажется, это вот садики, когда они все-таки начинают отыгрывать роль муж-жена, ну, опять-таки, социальные роли в игре отыгрываются. Плюс они пытаются строить эти отношения, но это все игровое. То есть, поцеловать в щечку, они улыбаются за ручку, кто-то это активнее делает, кто-то менее активнее. Ну, то есть, они родители копируют, да? А, естественно, они копируют полностью все игры, выстроенные так, чтобы человек вошел в жизнь уже социализированным, то есть, как бы, чтобы он понял, что, где и как. И он отыгрывает это, принимает на себя одну, вторую роль, и за счет этого выстраивает свои типы поведения. Да, здесь тоже добавлю, что здесь ребенку эта тема очень интересна, потому что родители для него — это очень большие авторитеты, вот, они очень важны для него, и он хочет понять, что это за роль такая, вот, папа-мама, и у нас тоже в нашей практике просто колоссальное количество таких игр происходит между детьми, вот, когда они разные роли берут. И здесь самое, вообще, если вы присутствуете в момент такой игры, это очень интересно понаблюдать, то есть, это прямо, это очень много чего вам узнать. А кто инициирует, как правило, девочки все-таки такую игру, а мальчики включаются в нее? Главное, чтобы те, кто включаются, они были готовы, им было интересно это делать. Это вообще без разницы, кто это будет инициировать. Если дети другие включаются, которым это интересно проиграть эту роль, они прям, причем они могут разного возраста быть, это вообще не имеет тоже значения. Вот, просто отыграть, действительно эту роль проиграть, понять, что это такое, как это действует, и чем более качественно и дольше она будет проиграна вот за один раз, тем, то есть, часто у нас это происходит только там одна-две игры, и все. То есть, дети проигрывают их, понимают, что это за конструкция, понимают... Теряют интерес. Да, интерес. Ну, то есть, они все понимают. Все, пазл собрали, давайте перейдем к другому. А что дети отыгрывают? Они, как правило, фантазируют, или это как в том анекдоте, да? Обычно зеркалят. Они больше зеркалят, чем фантазируют. Там добавки, естественно, идут из фантазии, они могут жить в другом доме, который они хотят, или о котором говорят родители, или еще что-то такое. Но, опять-таки, все фантазии, которые связаны с социальными играми, они не берутся абсолютно из воздуха. То есть, они не будут думать, что они живут на голубом облачке, или еще что-то. Ну, конечно, если не играют в феи, да, допустим. А если они играют в дочки-матери, то это, соответственно, обычно дом, квартира, и у них какое-то обустройство быта. Папа там приехал с работы. Сел на диван. Да, там уроки делают, еще что-то такое. Ну, всякие разные ситуации. Реально дети отыгрывают то, что видят. Иногда начинают отыгрывать то, что видели в других семьях. То есть, они дополняют эту схему, собирают ее по кубикам, как правильно сказали, пытаются сложить свой пазл, чтобы он получился вот такой идеальный. И для родителей это крайне интересно, потому что можно на себя посмотреть со стороны. То есть, то, что отыгрывают твои дети, это чаще всего, на процентов на 90-м, это будешь ты. И это интересно посмотреть, что видят в твоем поведении дети, и как они это воспринимают. И это очень классно. Я сегодня, когда собиралась утром на работу, вышла лифт, со мной вместе ждали соседи. Там был мальчик, папа его отводил в детский сад. И поскольку у нас уже соседские, дружеские отношения, ребенок меня не боится, я задала ему вопрос, что такое девочки? Чем девочка отличается от тебя? Ребенок посмотрел на папу, а потом посмотрел на меня и сказал, девочек нельзя обижать. Ну, видимо, вот такое вот было ребенку объяснение. Что действительно детям стоит как-то объяснять, чем мальчики отличаются от девочек? Вот, допустим, там в физическом плане, что девочка слабее, девочку там нельзя обижать. Ну, получается, а мальчиков можно, да, обижать? Или вообще, вот как правильно с ребенком поговорить о том, что можно делать с девочками, что нельзя, вот в плане игр? Вот вы знаете как, мы, скорее всего, тут повторимся, потому что модель обращения с девочкой, с мальчиком все равно будет скопирована с родителей. Какое внутри поведение родителей между собой, такое будет поведение мальчика к девочке, девочке к мальчику. То есть, если мама глава семьи, а папа постоянно... Под затыльник к папе, да, то девочка, соответственно, может сказать, что у нее есть право и пойти дать мальчику под затыльник, который ей чего-то не сделал, не угодил или просто не понравился. То же самое и в сторону мальчиков. Если, не дай бог, папа поведет себя агрессивно или еще как-то неуважительно к маме, так же проявит себя мальчик. Такие, как бы, нередкие случаи, и они встречаются и в садиках, и в школах, и... То есть, примеры есть у каждого. И прямо когда начинаешь разбираться, родители себя ведут, вот как ребенок ведет, так родители себя ведут. Причем, если агрессива у ребенка есть, обычно агрессива у обоих родителей. То есть, там просто ничего не перестраивается вообще. Ну, плюс модель копируется по гендерному признаку больше, в большей степени. И все вот эти вот объяснения, про которые мы начали говорить, скорее всего, идут от ситуаций. То есть, что-то случилось в садике, потому что даже если у вас в семье все хорошо, красиво, ситуации могут быть всякие. Ну, вот не дала девочка мальчику машинку, с которой она играла. Он там обиделся, дернул или еще что-то. Ситуация какая-то пошла. И вот, когда ситуация происходит, начинается объяснение. Так, чтобы сразу родители из детства, ой, вы знаете, девочку не трогайте, вот этот вот мальчик, он посильнее. Да никто так не разговаривает, никто так не говорит. Обычно исходит все из ситуации, которые видят либо на площадках, либо происходит в садиках, либо в других социальных каких-то сферах. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. «Время и дети» в эфире «Пилот-радио» вместе с Артемом Федоровым, со основателем среды образовательных возможностей «Совым» и Павел Хилько, основателем детского клуба «Верхтормашками» и арт-педагогом. Мы сегодня говорим о том, как разговаривать с ребенком о взаимоотношении полов. Как объяснить ребенку, что такое любовь? И в каком возрасте? Ну, опять-таки же, повторюсь, что ему это нужно объяснять, если он этот вопрос задает. Если этот вопрос у него не возникает, специально проводить лекцию по этому поводу, либо уже поздно, что ребенок уже и сам разобрался в этом вопросе, либо ему еще не до этого. Вот, и поэтому очень часто родители попадают именно в такую ситуацию, что то, что они говорят, ребенку неинтересно, либо потому что он понимает уже, что это такое, либо ему неинтересно. Ну, а если крох сын к отцу пришел? А вы знаете как, вот на самом деле крохи-то не поймут ваши объяснения никакие. Не объяснишь, что любовь, кроме того, что это какое-то там влечение, да, там, страсть, что это еще и терпение, уважение, там, и все остальное. А обычно вот у меня маленькая дочка прибегала, и вот у нее есть, у нас все, муж у нас уже в садике, да, была уже сейчас в первом классе, и муж в садике, и все остальное, и любовь, мы им говорим, ну, ты пойми, у тебя как бы, ты вырастешь, будет другой там хороший друг, там, муж и все остальное. Нет, мы всегда, мы навсегда, все, она уже определила для себя значение и роли, и любви, и всего остального. Но, скорее всего, разговоры про любовь пойдут уже в более старшем возрасте. То есть, когда, может быть, даже хихоньки-хахоньки там в первых классах пройдут, и любовные переписки понравившихся мальчиков, девочек друг к другу, то, скорее всего, разговор о любви может состояться уже в возрасте, мое личное мнение, от 12-13 и старше, то есть у всех по-разному. А может, кто-то подросткам придет, переживая. То есть уже когда гормоны какие-то идут? Когда пойдут реальные переживания. Это раз. И второе, это разговор о любви с родителями будет тогда, когда есть реально выстроенные эмоциональные доверительные отношения между родителем и ребенком. То есть, если изначально, как мы говорили в всех предыдущих передачах, ребенок не чувствует себя в безопасности с родителем, не чувствует, что родитель тот человек, к которому можно прийти выговориться или посоветоваться, то, соответственно, разговоров таких даже не будет. А будут, возможно, даже некие укоры, что вы мне что-то там не рассказали. Ну, вот как-то так. Вот, да. Но к большому счету тоже здесь нужно еще одно понимать, что, да, первое, что разговоры возникают о любви тогда, когда эти ощущения действительно начинают возникать, либо это, если они не возникают, то это какая-то игровая составляющая. А если, правда, ребенок пришел из сада и сказал, вот у меня там, со словами о любви, вот я там люблю там. Супер. Рому я люблю там. Олю, да, например. Как на это родителю реагировать? Нормально. Нормально. Если родитель проигнорирует, это же тоже может ранить ребенка. Нет, это нужно принять, это нужно разделить эмоционально, то есть нужно прореагировать, что да, это событие классное. Можно спросить, чем занимаетесь вместе. Отсюда не нужно переходить к лекции про любовь. Точно нет, точно нет. А вы подумали, как вы будете дальше жить, и на что? Да, 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 вот это вот не надо. А второе, что я хотел сказать, что на самом деле разговоры о любви с родителями, они очень редко происходят. Они часто происходят какие-то другие разговоры, то есть когда, например, есть неразделенная любовь, или какие-то сложности с этим, то есть тогда вот возникают, могут возникнуть какие-то... Если это напрямую, скажем так, обсуждение, что такое любовь, я, например, с родителем таких разговоров не вел. Ну, то есть прямо никто не приходит и не говорит, мама, папа, расскажите, что такое любовь. А стоит ли вести такие разговоры? Вот с нами, допустим, не вели такие разговоры, а мы, другое поколение, должны с детьми вести такие разговоры? Все эти понятия, они хорошо в культуре существуют, и в нашей культуре они достаточно сильные. То есть у нас очень много... То есть детство, сказки, да, там, принцесса... Сказки, рассказы, истории, как люди себя ведут, там, и так далее, то есть они дают достаточно широкую... И жили они долго и счастливо? Одна из позиций, да. Есть другая позиция, там, Ромео и Джульетта. Долго и счастливо там никто не жил. Ну, Ромео и Джульетта в детстве не читают, это все-таки школа. Нет, да, но эти штуки, они в культуре присутствуют и раньше. Вот это Ромео и Джульетта спросить даже семилетнего ребенка, он знает примерно, что это за персонаж. Ну, это все-таки, да, немножко не наша все-таки, да, культура? Да, да, но тем не менее. Нет, а это такая достаточно всеобщая часть. Вот. И в культуре эта штука есть, и они из нее это берут, информацию, и пробуют ее понять уже в взаимодействии с другими детьми. И это нормально, и это позитивно, это они получают понимание. Намного больше, потому что это происходит на практике, и несколько раз может происходить там и так далее, нежели это просто будет какой-то монолог от родителя. По поводу этого, при этом родитель-то тоже в понятии любви не очень, скорее всего, большой специалист, потому что, ну... Точно в определении любви не даст никто. Вот прям вот никто. Да, такая позиция еще при этом, это такое ощущение. Не один здравомыслящий, давайте так, человек. Но при этом... Любленный, может быть. Если у ребенка возникает вопрос, что такое любовь, да, то родитель может пояснить, да, что это чувство, да, которое возникает у человека, это очень сильное чувство, да. Чаще всего оно возникает по поводу другого пола человека, да. Оно есть между родителем и ребенком, то есть это такое очень широкое чувство. Позитивное. Позитивное, сильно позитивное, да, оно вызывает очень большое положительные эмоции, вот. И вот в таком режиме, да, это понятно, как бы, ну... Если у ребенка дальше будет, ну, каким-то образом можно это развить. Но чаще всего, опять-таки же, на этом штука заканчивается. В семье обычно идут разговоры о любви, но идут и о любви между мужем и женой и той семьей, которая сложилась внутри. То есть вот о той первой любви, которая присутствует в подростковых и дальше отношениях, в первых отношениях, да, вот, не говорят. Говорят о том, как вот это вот... Если все вместе назовем любовь, живет в семье. Как относятся родители к друг другу, как дети к друг другу, ну, с родителями относятся и так далее. То есть разговоры о том, что вы завтра влюбитесь, вас кому-то повлечет и все остальное, ну, кто вспомнит, пусть поднимет руку. А как вот в такой ситуации маме-одиночке объяснить ребенку, что такое любовь? Ну, опять-таки, у них идут разговоры, опять-таки, о отношении в семье. Может быть, не в полной, но в семье. И объяснения, скорее всего, будут, если мама, ну, полюбит кого-то и начнет приводить, тогда возможное объяснение для ребенка понадобится. Но, опять-таки, если ребенок будет видеть и воспринимать того человека, который пришел в семью новой, женщина или мужчина, без разницы, тут тоже разговоры сведутся больше к семейным, не к страстным, опять-таки, про которые мы говорим, которые могут возникнуть в подростковом возрасте, а вот именно внутри социальной вот этой небольшой группы. А если у ребенка возникнет вопрос именно у ребенка, не у подростка, у ребенка возникнет вопрос, а почему папа ушел? Как объяснить? И не травмировать? И вообще, как маме сформулировать это? Ну, это вопрос сложный, достаточно сложный. В каждой ситуации все по-разному. Какие причины ухода были одного или второго родителя, тоже как бы вызывают и вопросы, и все остальное. Исходя из этого, надо объяснять. Но, опять-таки, ни в коем случае при уходе одного из родственников нельзя говорить ребенку, что тот его не любит. То есть, ребенок должен понимать, что у него есть и папа, и мама. Но вот эти вот два человека не смогли быть вместе по каким-либо причинам. А ни в коем случае не давать ребенку даже зернышко отрицательных эмоций по отношению ко второму родителю. И по отношению к этой ситуации вообще. То есть, понятно, что она, конечно, ситуация негативная, да, но представлять ее еще больше в таком негативе абсолютно не стоит. То есть, есть смысл сказать правду определенным образом. То есть, замалчивать, опять-таки, тоже не надо. То есть, можно сказать правду, насколько это возможно сказать. Вот. И сказать ее в конструктивном режиме, без обвинения противоположной стороны напрямую. Вот. То есть, потому что, чтобы таким образом вести диалог, нужно, чтобы вторая сторона была тоже здесь. Только тогда это возможно таким образом. Ну, это, опять-таки, мы говорим о детях, которые уже более взрослые. То есть, там, в три годика, естественно, ребенку никто объяснять не будет. Но и дальше постараться, чтобы к родному, отцу или матери, никогда не было негативных отношений. То есть, сохранность вот этого рода некоторая должна быть. Чтобы ребенок понимал, что есть мама и папа. Даже если будут, как бы, вторые, да, отчимы, или мачехи. Да, соглашусь тут. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. «Время и дети». «Время и дети» в эфире «Пилот радио» продолжается. Сегодня мы разговариваем о том, как объяснить ребенку взаимоотношения полов. Как разговаривать с ним вообще на эту тему. Часто дети, особенно в начальных классах, проявляют симпатию достаточно агрессивно. Ну, то есть, либо там сидят и плюются в девочку, например, или бьют ее портфелем, что хуже, да. Но на самом деле это проявление вот, ну, некой симпатии. Что вот делать родителям девочки и родителям мальчика? Ну, вы знаете, вот из своего собственного примера приведу. Ну, у меня дочка в первом классе, и да, там есть мальчик, который проявляет вот такую агрессивную симпатию, да, можно сказать. Вот. Если, допустим, какие-то активные действия физические, ну, типа, там, задеть, там, я не знаю, чуть-чуть пнуть, там, или, там, за косичку дергать, это все-таки надо немножко одергивать. Но в остальных ситуациях у нас там, ну, типа, обзывалки какие-то есть, еще что-то. Мы сказали следующее. Во-первых, это нельзя никогда принимать на себя. Это вот как притча с подарком. Если вы его не возьмете, он останется у того, кто его пытается дать. Соответственно, так же и с руганием. То есть, как бы, она остается с тем, кто ругается. Вы проходите мимо. А во-вторых, если это проявление ребенок заметит, подойди и скажи, хочешь с нами играть? Ну, так скажи, давай поиграем. Я хочу с тобой играть. Давай подружимся, давай нарисуем вместе. То есть, выстроить эти отношения. Если один не может сделать первый шаг разумный, скажем так, пытается какими-то действиями вот это вот выпендриться, да, как ребенок. Когда гости приходят, и ребенок начинает выпендриваться, бегать, там что-то задирать, платьи ценовые одевать. Ну, то есть, привлекать на себя внимание. Привлекать на себя внимание, конечно. А здесь еще одного возраста, и они пытаются вот как-то привлечь так, чтобы не сказать правду, что она ему нравится. Ну, как же он так скажет или она? Вот, соответственно, почему второй человек не может сделать? То есть, мы учим своего ребенка привлекать такого человека на свою сторону. Сторону добра и света, а не дружбы. Да, такая вот... Даже не знаю, что и добавить. Давайте опять-таки на примере. Свидетелем я была такой ситуацией, когда у нас здесь недалеко школа, и мальчик, идет девочка чуть впереди, разговаривает по телефону. Позади ее идет мальчик с двумя портфелями, явно тащит тяжелый портфель этой девочки. То есть, ну, вот прям вот как надо, да, проявляет свою симпатию. И в этот момент на что-то отвлекается и отстает. Девочка, поговорив, нажимает отбой на телефоне, поворачивается и со словами, ну, да, вот прям цитата. Ты где там отстал? Совсем страх потерял. Хотя девочка с виду очень была милая. Наверное, наверное, она зеркалит родителей, да, наверное, она зеркалит маму. Но вот как объяснить детям, школьникам, подросткам, что к отношениям нужно бережно относиться, что не агрессии нужно проявлять? То есть мы уже не про первый класс говорим, а уже там ближе к пятому. Что человек, который тебе нравится, нужно ему как-то вот показывать это более мягко, через, может быть, заботу. В первую очередь это объяснение должно быть своими действиями. Что родители должны показывать своими действиями такое. Ну, опять-таки, я знаю примеры даже среди своих знакомых, где в семье идеальные, так скажем, ну, хотя бы при детях, да, идеальные отношения. Мама любит папу, папа маму, мама нежная, а девочка, дочка, ну, просто бандитка. Это, конечно, даст такая сложная ситуация. Здесь надо более подробно это смотреть. Ну, какая бандитка? Если она сорванец, то она, может быть, просто копирует папу. Ну, как бы... А, то есть не обязательно родителя своего пола родить. Нет, абсолютно нет, да. То есть у меня девчонки и две девчонки лазают по деревьям, играют в машинки периодически, еще что-то. Это нормально? Да, абсолютно нормально, конечно. Каждый с своим призванием. Сколько сейчас девочек, девушек уже, да, и в тиктоках, и везде слесарей, и все показывают свою работу, что они работают и все делают. То есть девушки могут принимать любые профессии, любые занятия, которые сейчас есть. Вот гендерность по поводу профессии, по-моему, сейчас абсолютно рушится, и нет такого прям привязанности, что девочка должна быть пайникой в юбочке и ходить с зонтиком. Ну, потому что действительно тяжелый труд, который был там еще там 50-100 лет назад, 50 даже лет назад, когда там и молотком надо было махать, там и кувалдой, и ломом, и так далее. То есть это все уходит очень быстро, вот. И действительно физическая нагрузка при осуществлении практически всех видов деятельности сейчас она сильно уменьшена, очень сильно. Ну, а в каком возрасте нужно говорить с ребенком о сексе, и что ему необходимо рассказывать? Еще раз повторюсь, что дети подобного рода темы уже знают с достаточно маленького возраста. Ну, с какого? Ну, по нашим исследованиям это уже 7 лет. Вот. Происходит, потому что доступ к информации достаточно широкий, и ограничить его не получается никак. Откуда информация с детям поступает? Из интернета, из телевизора? Из разных источников. Из интернета, телевизора, фильмы, ролики, взаимодействия родителей. Это одна из основных вообще тоже источников информации. Как родители друг с другом взаимодействуют, как это все происходит и так далее. Потому что и в данном случае, опять-таки же, вот эти вопросы, на них есть смысл отвечать, если они появляются. А если у ребенка не появляется этого вопроса до 18 лет? Значит, он сам разобрался в нем. Вы знаете как? Это очень хорошо. А как мы поймем, что ребенок сам разобрался, а просто не стесняется об этом, допустим, говорить? Ну, как он разобрался? В интернете научили или его сверстники? Да. Там же искаженная информация. Здесь интересный момент. Самое главное... Как родителю-то проверить, что знания подлинные? А, это никак не проверить. Здесь очень сложно еще понять, у родителей правильнее ли... Да, как застать родителям те знания, которые у него есть. Да, да, да. Потому что здесь момент в том, что чтобы ребенок начал такую интимную вещь обсуждать с родителем, у них должно быть очень хорошее доверительное отношение. То есть чтобы родители ребенка, они были, ну, очень доверительны. Вот. И тогда, вот из нашей практики видно, что когда они начинают задавать вопросы в этой плоскости, в плоскости секса и взаимодействия сексуального, то они задают уже вопросы не первичные. Не что такое секс? Не что такое секс, там, да, и как, почему мальчик там, а девочка отличается. Они задают вопросы уже более сложные, то есть следующего этапа. И к этому надо тоже нормально относиться и пояснять по сути этого вопроса. То есть вот есть вопрос такой-то, мы насчет него отвечаем, говорим, что есть вот такая физиология, да, есть эмоциональная составляющая. В этом всем вопросе очень хорошая поддержка для родителей будет то, что обсуждение этой темы есть хороший смысл связать с эмоциями и чувствами. Потому что действительно эти вещи связаны, секс и любовь, и секс, и ощущения, и эмоции, и отношения, они очень сильно связаны. И, скажем так, позитивное впечатление от этого у ребенка будет возникать тогда, когда во всех этих моментах у него позитив. То есть у него есть и отношения, у него могут быть по поводу этих отношений и сексуальные отношения. И вот в таком случае, вот когда есть эта связь, и когда она присутствует, это намного более органично для ребенка, для подростка это воспринимается, да, и подросток в этом себя чувствует намного более уверенно. Ну, то есть это мы говорим про нормальные здоровые отношения, да, нормальное здоровое развитие ситуации. А нет, ну все-таки, если у ребенка не возникает, вот ни разу он не пришел... Ну, вы знаете, вот из моего опыта скажу, да, что некий разговор, ну, лично мое мнение, должен быть составлен примерно, примерно возраст. Опять-таки, это лично мое видение. Где-то 10-12 лет. То есть вот именно начало пубертатного периода у детей. И он должен быть составлен не для того, чтобы вы дали ему первичные знания, которые он, в принципе, уже где-то нахватался, а, в принципе, чтобы разложить по полочкам, чтобы ребенок понимал, что на эту тему с вами тоже можно говорить. Чтобы доверительные именно по этой теме отношения. Да. Плюс в этой теме, если для девочек мы можем сказать некоторые средства гигиены рассказать, да, при том, что... А для мальчиков? А для мальчиков, ну, то же самое. Средства защиты, гигиены и всего остального. Да, соответственно, просто разговор, он... Здесь может несколько разделиться, если у вас мальчик и девочка в семье, либо две девочки, ну, то есть, может быть, немного разный. Вот. То есть это лично мое мнение, что где-то 10-12 лет некий такой разговор должен состояться. Артем, а вы как считаете? А я считаю, что он должен состояться только по запросу ребенка. Ну, если ребенку 17 лет... Значит, он разобрался уже во всем. Вообще во всем. И в контрацепции, и в гигиене, и во взаимодействии. Допустим, нет вот доверительных, да, допустим, нет у ребенка с родителем доверительных отношений, родители переживают... Как первых внуков принесет, так и поговорит. Тогда он этот вопрос задаст просто не родителю, а либо какому-то более доверительному взрослому. Это может быть... Другу. Его же возраст, который почему-то назовет себя эксперт. Он либо будет задавать вопрос там, там, сестре, там, тете, дяде, да, там, ну, то есть по родственным каким-то связям он может спрашивать, да, если нет доверительных отношений, если мы такой прям жесткий вариант рассматриваем. А если вообще, вот, скажем так, родной души в семье нет? Ну, значит, кому-то, какому-то человеку, да, для которого формула авторитетное мнение, да, это тоже может быть. Это может быть такая ситуация, вот. Но это чаще всего человек не того же возраста, потому что такие носятся сложные вопросы, когда это в том числе могут быть даже и психологи там, да, и так далее. Ну, хорошо, к примеру, если ваш ребенок не придет к вам с таким разговором, вы не будете говорить об опасностях, да, каких-то, о мерах защиты? Он точно их знает уже. Это гарантия. Откуда вы знаете? А потому что у нас... Человек приходил делиться опытом? Нет, у нас, ну, они знают... Мы проводили исследования, и мы видим, что они в 7 лет знают про контрацепцию. В 7 лет. Потому что это присутствует в культуре и в социуме, когда это обсуждается везде. Реклама на телевидении есть об этом. На радио, везде. То есть это есть плакаты, есть все. То есть это прям... Тут абсолютно, на самом деле, я не согласен с Артемом, потому что та же самая контрацепция может закупить на раннюю стадию. Полно примеров, когда девочки, не консультируясь ни с кем, идут и покупают... В свободном доступе какие-то, да, препараты медицинские. И потом портят свое здоровье на долгие годы. То есть некий разговор должен быть проведен. Ну, это вот, опять-таки, лично мое мнение. Но здесь, в данном случае, опять-таки же, они могут обратиться к врачу, да. Сейчас большое количество лекарств там... Ну, вы знаете, мне кажется, не каждый взрослый-то может обратиться к врачу, не говоря уже про подростков. Но у нас до конца программы остается не так много времени. Мнения у нас разделились. К единому мы не пришли. Ну что ж, настало время рубрики «Время совета». Нам написала девушка Екатерина. Написала она нам на наш студийный номер в WhatsApp 8-920-693-54-82. Значит, такое сообщение пришло от Екатерины. Моему сыну 13 лет. Он ходит в школу, а еще он занимается гитарой. Летом я отправляю его в лагерь. Как у всех. Друзья, есть лучшие друзья. Ну, или, как они говорят, тусовки. Я замечаю, что он стал интересоваться девочками. Кто-то из его друзей, по его словам, уже встречается с девочками. Моего можно охарактеризовать как открытая душа. Любой знак внимания от девочек он воспринимает как влюбленность с их стороны. А потом очень сильно переживает, что это не так. Вот как объяснить ребенку, что такое любовь, и научить его ждать ее? Какой интересный вопрос. Знаете, читал книжку Дон Жуан для эфира. Он же любил всех женщин, с кем он был. Искренне. Искренне любил, да. И поэтому, возможно, что у вас новый Дон Жуан растет. Играет на гитаре, открытая душа. Нет, ну Дон Жуан, я полагаю, что он не переживал. А здесь ребенок все-таки переживает. Переживал. Там в книжке прям столько переживаний, и любовных изысканий, и всего остального, да. Вот. И здесь, я думаю, что здесь больше мама переживает, наверное, чем сам мальчик, потому что для него-то это как раз колоссальный и очень позитивный опыт. Когда он проявляет какие-то действия на те знаки внимания, которые оказывают девушки, это очень классно. Это прям супер. Я думаю, что он, ну как бы, неадекватно, да, реагирует. Что любой просто обычный знак внимания, хорошее отношение воспринимается именно как проявление чувств. Через какое-то время он поймет, что есть разные знаки внимания, они по-разному подходят. Ну он же страдает сейчас. Не, ну, во-первых, он должен сам проявить знаки внимания к той особе, которую он считает, что проявил тоже знак внимания. И когда там будет какой-то обоюдный шаги на встречу друг другу, соответственно, там и будет все это расти. Это маме надо как бы сказать, что если на тебя просто посмотрели и улыбнулись, это не значит, что в тебя уже влюблены. Сделай еще шаги, проверь все это дело. Может, как не надо говорить, это так понятно же. Это же понятно, когда есть реакция от девушки определенного рода, это понятно, что этот знак внимания был не про то. Так только начало, откуда же они знают. Нет, слушайте, ну как в песне, что ты имела в виду. Да, здесь добавлю другой момент, что, ну, во-первых, кстати, когда культурные коды меняются, и то, что было у мамы в ее молодости, и то, что есть сейчас, может сильно отличаться. Но здесь совет к маме в том, что хороший, в том, что те переживания, когда есть у подростка, да, вот к этим переживаниям маме есть смысл отнестись тоже с сопереживанием и посочувствовать в этом плане, обсудить этот момент можно в этом случае, в этот момент. Вот. И вот это будет для ребенка очень сильная поддержка. Вот это он, скорее всего, как бы хочет от того, чтобы, что мама сделала. Не чтобы мама рассказала, как надо любить там и так далее, а о том, чтобы она сопереживала и была с ним сопричастна, и была ему, скажем так, поддержкой. Это программа «Время и дети». Мы услышимся ровно через неделю. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».